Всем привет! Разрабатывая наш проект G-Spot, у коллег возник вопрос о том, как правильно делать импорты. Значит, суть в чем? Импорты мы делаем, то есть из некого модуля, к примеру, models, импортируем все модели, или из сериализаторов, все сериализаторы, которые нам нужны, перечисляем все это, и дальше прописываем, используем, как нам нужно. А второй вариант, это, собственно, импортировать сам, к примеру, models, и потом через models обращаться к нужной модели, и так далее, или также с сериализаторами. Значит, интересная тема, давайте разберем, в каких случаях что нужно применять, и, собственно, как говорится, похлебарим на эту тему. Итак, есть у нас, значит, вариант, что вот у нас есть некие импорты, к примеру, у нас бы еще permissions и filters, также были в перечислении, и вот здесь наши модели и сериализаторы. На данный момент у меня занимают импорты 31 строку, если мы сюда еще импортов добавим, соответственно, будет срок 50. Много это или мало? Я считаю, что это достаточно много. То есть я открыл файл и вижу сначала все импорты, это хорошо, в принципе, но их очень много. Здесь возникает как бы два вопроса. Если у вас так много импортов, не стоило ли бы вам разбить эту логику на несколько файлов? К примеру, здесь у нас обрабатываются некие команды, заявки, социальные ссылки, посты, комментарии. Можно, это наш views, можно было бы этот views разбить на несколько, тем самым уменьшить количество импортов и уменьшив количество строк кода в данном файле. Если мы на него посмотрим, 293 строки. Может быть и больше, да? В зависимости от логики, которую мы здесь пишем. Суть в том, что, сразу обращу внимание, что это не проект G-Spot. Вот это я другой проект показываю, но как бы суть это не меняет. Итак, давайте разбирать следующие ситуации. Когда вот так вот плохо импортировать? Когда у вас этих импортов много? Если их много, вы раздуваете сам блок с импортами и тяжелее становится понять, что где находится. Плюс в этом то, что вы конкретно видите, что вы импортируете. Вы импортируете только то, что вам нужно, но тем самым вы раздуваете количество строк кода. Посмотрим на следующий вариант. У нас есть некий также views, но здесь мы импортируем models, serializers, services, filters и permissions. То есть мы импортируем сами модули и затем к ним уже обращаемся через, к примеру, serializer, наш сериализатор, да, service и наши сервисы, модели и так далее. То есть тем самым мы указали, что мы хотим из нашего же аппа импортировать и потом это используем. Таким образом мы сократили количество импортов и можем обратиться к любому нужному нам сериализатору и забрать его. Чем это удобно? Это удобно тем, что у нас всегда под рукой будет нужный нам сериализатор, мы можем любой нужный нам вызвать. И сокращение импорта. Когда нужно делать вот так, да, а когда нужно делать вот так. Что будет, если нам, к примеру, нужно импортировать models из другого аппа? То есть как в этой ситуации поступать? Тогда у них получается будет конфликт имен. Тогда нам нужно как бы здесь делать свое перечисление, что мы хотим конкретно забрать и так далее. Давайте все эти варианты рассмотрим. Хорошо, давайте разберем, почему мы можем вот так импортировать models или serializers. И вообще откуда такая практика идет? Если мы вспомним, то некоторые библиотеки мы с вами импортируем прям как библиотеку, да, requests, JSON, IO и так далее. То есть мы можем указать конкретную, да, функцию, которую мы хотим, но обычно мы как бы сам модуль весь загружаем. Ну не весь сам модуль физически загружаем, а мы указываем, что мы хотим его использовать и затем вызываем нужные нам функции. Где мы еще такое встречали? Мы встречали это в моделях Django. Вот у нас есть models. И дальше мы пишем models. В наследуем класс model и через models обращаемся ко всем полям. Мы же не импортируем с вами каждое поле, которое нам нужно. Мы импортируем models и потом обращаемся к нужным нам полям. И таким образом они у нас всех под рукой и мы с вами импорты не раздули. К примеру, в другой библиотеке SQL Alchemy мы можем импортировать конкретные нам нужные поля. А можем просто импортировать ORM и использовать. Где мы еще такое встречали? В сериализаторах. Опять же, Serializers. И погнали использовать нужные нам данные из этого Serializers. К примеру, model Serializer или мы пишем просто сериализаторы. Тут будет у нас также перечисление полей. К примеру, Serializers и вот какое-то поле. Разобрались. То есть такое в практике существует. Когда нам нужно импортировать конкретно какие-то модели, сериализаторы, Permission не суть важно. То есть конкретно указать некий класс или функцию. К примеру, тогда, когда у нас их немного с вами. Вот у меня есть Permission и мне нужно всего две модели. Team и Member. Соответственно, здесь проще было указать сразу две эти модели и потом здесь использовать. Очень удобно, наглядно, импортов немного. Используем. Еще пример. К примеру, у меня есть также мои модели, сериализаторы, Permission и фильтры. И вот я все это использую, как было показано через импортирование всех сериализаторов, к примеру. Мы не все сериализаторы, повторяюсь, импортируем. Мы импортируем сам Serializers, а потом уже обращаемся к нужному. И мы видим, что из другого какого-то пакета мы с вами забираем некий класс из User. Некий класс Permission. Или классы. И перечисляем конкретно, какие классы мы хотим забрать. То есть, в таком случае, мы можем указать конкретно, что мы хотим забрать, для того, чтобы понимать, что здесь есть и что мы хотим использовать. Это просто нужно для, так скажем, наглядности. Но опять же, здесь импорты, они не раздуты. Еще пример. Вернемся в сериализаторы. И видим, мы забираем свои модели. Но есть у нас модель из другого Application. К примеру, Repository. Вот мы берем Models и некий Project. Или сериализаторы из профиля. Достаем некий Get User Serializer. Вот так мы импортируем свое. Вот так импортируем из другого апы. Таким образом, мы четко разделяем, где наше, где чужое. Чтобы не получилось, во-первых, конфликт имен. Да, не нужно Models или Serializers импортировать из другого апы именно как модуль. Лучше конкретно указать, что нам нужно. Итак, подводя ко всему вышесказанному итоги. Чтобы не плодить вот такое количество импортов, мы можем просто импортировать Models и Serializers, к примеру. И через точечку обращаться к нужным нам данным. Когда нам нужно перечислять наши, к примеру, модели или сериализаторы. Когда их немного. Мы можем их напрямую указать и ничего здесь страшного не будет. Когда нам нужно еще указывать модели или сериализаторы. Когда мы с вами импортируем это из другого апы. Соответственно, свое мы указываем как обычно. Если мы много чего-то там используем. А из другого апы мы конкретно импортируем. Здесь вопрос. А есть ли то, что мы импортируем из другого апы у нас достаточно много? Ну, есть и сериализаторы. Мы хотим, к примеру, 5 сериализаторов использовать. И мы их импортируем. То есть, не развивается из-за этого импорт. Хорошо, здесь как бы вопрос. Если вы импортируете очень много сущностей из другого аппликейшн. У меня возникает вопрос. А это правильная логика? То есть, стоит ли столько импортировать из другого аппликейшн? Получается, у вас очень сильная связанность с другим аппликейшн. Или их проще просто перечислить. Но если вы очень много импортируете. К примеру, как вот здесь. В примере, вот столько. То сразу возникает вопрос. Почему вы из другого аппликейшн, свой аппликейшн, столько импортируете? Здесь идет какое-то нарушение логики. Если вам все-таки по какой-то причине нужно столько импортировать. Но вы не хотите раздувать импорты. Можно использовать as. К примеру, models. As. Ну, пусть будет, к примеру, profile. Models. Это уже на крайний случай. Итак, для закрепления материала. Модели, сериализаторы, пермишины, сервисы, своего приложения. Мы можем импортировать как целый. И потом через точку обращаться к нужным нам данным. Соответственно, если у вас их будет много. И чтобы не раздувать импорты. Это подходящий способ. Но сразу возникает вопрос. Если вы используете их очень много. Не стоит ли вам, к примеру, views разбить на несколько views. Значит, вы что-то здесь очень много пишите. Но нужно смотреть, опять же, на объем вашего файла. Может быть, у вас просто здесь сильно все перемешано. Какая-то там сложная логика идет. Как вариант. Поэтому импортируем вот таким образом. Если вам нужно немножечко. Собственно, прям перечисляем. Это будет проще. Если у вас есть другие какие-то модули. Из которых нужно это импортировать. То мы просто перечисляем, что конкретно мы хотим импортировать. Есть другое приложение. Из этого приложения нам нужен некий сериализатор. И некая модель. Все конкретно указываем. Не импортируя сам вот этот модул сериалайзер. Это относится только к нашим приложениям. Жду ваших комментариев по этому поводу. Давайте похоливарим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок